друзья всем привет думаю покажу вам итальянцев какие они уже стали хуже в клетку еще неделька полторы в клетку не влезут это итальянцы а это эти шумы делали отъем 20 числа 20 числа им было 33 дня но сейчас уже получается полтора месяца чуть больше полтора месяца а эти на 27 дней старше ну грубо говоря два с половиной месяца через пол месяца через две недели этим будет 90 дней от рождения как вылезли появились на белый свет а этим будет 60 дней от рождения и кстати аматор и вероника пошли в рост то стояли стояли а сейчас уже все пошли уже вероника догоняет вот эти в больничку хотя хотя больничка была против них в два раза больше догонять то есть рост шоу аматора шоу вероники ну если честно меня немного и шокировал как-то стояли они а ну что же переезд стресс и на сухой форме их посадил на старт для поросят и купировка хвостов и сразу как бы они остановились и так наверное дней десять а может даже и больше стояли а сейчас уже он догоняет этих как они насколько старше от них он аматор какой стал уже так что наш крючок аматор подрастает я его тут а я оставлю аматора в этой клетке а этих а ну давай туда а этих заберу новый сарай на откорм ну а веронику тоже пока на откорм а потом оставим на ну посмотрим на свиноматку она вообще левых кровей от моих всех поэтому ее можно крыть и оставлять от нее себе для хозяйства хрячка крыльта макстром или пья треном и оставлять хряка но эти так поносов и не было густые червячки идут рост хорошо ну он будет 60 дней через пару недель взвесим узнаем какой вес в 60 дней от рождения так они на этой кормушечкой висят корм все время подсыпаю то есть корм есть вода есть и так само итальянцы корм постоянно есть насыпаю утром и вечером и смотрю им хватает но такие уже булбецки хорошие уже такие хорошие булбецки и кстати что я заметил поставил два плафона вот такой и он там плафон тоже по они по моим по 80 гривен это на 24 вата сгорел и этот сегодня и тут сгорел где-то неделю назад а я хотел такие плафоны ставить в новый сарай поэтому думаю не буду ставить такие плафоны в новый сарай ну и мы когда отсюда поросят уже заберем видите как вымазали и плитку и паутина пошла по стенам и все опять вымоем все плитку вымоем побелим и будем ждать новую партию на отъем поросят и делать отъем здесь это все итальянцы все на откорм у меня свиноматок своих пока хватает и еще плюс эфки подрастает и покрывать будем поэтому как бы это все откорм эти на откорм и эти тоже все на откорм ну а тут а тоже получается эти же на дюрку похоже тоже типа на откорм аматора на хрена а веронику посмотрим может на свиноматку оставим да так также друзья купил вчера я взял купил соевую соевый шрот смотрите кто-то мне говорил что соевый шрот вот я не помню типа вот такой соевый шрот вот такой а вот такая соевая макуха или наоборот а такой соевый шрот а такая соевая макуха но я не помню смотрел когда-то видео и кто-то говорю как различать шрот от макухи и что я хочу сказать это все я набирал с одной кучи просто это на краях было туда нос трубы сыпет прямо горячие там крупные такие вот такие вот бульбышки скачивается на низ на края а по центру такое все мелкое то есть это все с одного выхода с одной трубы сыпет в кучу в общем там большая куча не знает он 30 или больше куча и прямо насыпает и набираешь сколько тебе надо это вот более к центру я набрал видите тут тоже таки попадается это по краям я набрал этого просто в объем больше набираешь наш покупаю по весу вот так сейчас вам скажу сколько тут а получается лабораторные показатели вот я вчера покупал и спросил в лабораторию он говорит да да делали скину мне вот 4 11 2021 года значит показатель макуха соевая но это в сыром виде сырый протеин 42 и 7 уриаза 0 0 2 но он не объяснил говорит это сырой протеин 42 и 7 а в таком виде в сухом добавлять 3 процента то есть получается 46 протеин 46 и вот так он мне объяснил все да я делаю а можно да без вопросов и скинул мне скиньте мне на вайбер он вот я только только вчера делал это я вчера брал вчера 5 ну да позавчера 4 это 4 числа он делал он печать даже видно 4 11 вот так так что все по технологии поэтому протеина получается 40 то почти 46 нормально нормально 46 ну вот это же я начала набирать вот такую но это бери говорит с центра что ты края берешь она засыпается это легкая камушки по краям говорит набирая эту то я такой за мной купил сколько 150 килограмм это я уже второй раз ездил первый раз купил 120 а это второй раз 150 килограмм купил вот так и на крупоружки перебиваю ставлю сначала я короче ставил и решета тройку на тройке вообще мука что можно ли эти лепешки лепить снежки лепить прямо такая мука я поставил четверку и вот на четверке вот такая получается сыпучая ну как один в один бмв д вот такая это на четверке а на тройку вообще я перебивал юли отправил вот такая вот типа мука была что можно было ли пешки лепить а сейчас вот так в общем если вот такая на цвет сейчас покажу собаки кстати тоже едят хорошо и вот такая ведь и он не говорит говорит я ну с хозяином разговаривал по макухи он говорит я не добавляю не бабы не кукурузу нигде ничего то есть показал мне всю свою линию как куда принимает куда шо рассказал хороший человек хозяин этот хуйню там пару человек работает вот так и покажу вам этих хотя потяпать а потяпать а так этим ну кто наблюдают за каналом этим 20 ноября будет 5 месяцев то есть им получается сейчас ровно четыре с половиной месяца это у них 20 числа 20 было 4 20 ноября 5 и 20 декабря 6 вот так то же самое корм постоянно у них есть кормушка полная вот такие кто там наблюдает напишите подросли чуть-чуть или нет это напомню с печенек саня 4 выбрал самых крупных кабанов отсюда а тут остались те которые поменьше 8 штук и сейчас вот ждем отмашки опорос это получается мы сделали отъем машку покрыли его ждем по моему 10 дней осталось до опороса ждем опороса этих новая партия то есть будет опорос я вам покажу этих поросят какие будут вот эти уже кабанцы кабасики вот такие ну как по мне нормально растут ну не знаю вы реже видите я их вижу просто каждый день каждый день убираюсь каждый день их вижу их как бы не сильно замечаю вам то наверно будут повиднее вот такая вот партия у меня свинюх это у меня вот эти над корм на новый год и еще два дюрка тоже над корм сейчас начнем с дюрков они уже готовы к андреевому приходу и потом через месяц к этим подойдем вот такие бурбецки это же я отсюда хочу забрать ну как забрать убрать их всех на мясо клетку обложить плиткой ту которую я купил стены тут марафет навести поменять воду по-другому переделать и тоже запускать сюда так выводок выводок 10 штук клетка нормальная на 10 штук ну то есть а так ну а тут а друзья шо у меня тут о моем корма цеху пшеница идет потихоньку это было я напомню после того как я купил она была пшеница где-то вот до бочки до бочки за окно да тут стояли мешки типа как преграда но уже но 1 3 точно нет а ну еще конечно есть на наверное на ноябрь на декабрь и я думаю на январь хватит а потом у меня есть еще чуть больше объем но уже не отходов об тоже пшеницы хороший вот так тут а дроблю на крупоружки в этот ящик а потом с этого ящика уже мешаю если там ровер сюда старт маленькими у меня в бочке идет ну а предстарт но сейчас пока нет маленьких поросят представь отдельно с мешка насыпаю и так как бы у меня рассчитано предстарт сразу с мешка осыплю когда есть поросята сейчас после опороса будем этим заниматься дай бог чтобы опорос прошел а потом старт и пошел уже свой ровер и так дальше вот так друзья так и занимаюсь поэтому как бы вот такие вот дела писали с плиткой когда ты займешься стаска наш плитку друзья чуть-чуть стану посвободнее займусь плитка я буду показывать как буду ложить кому там интересно как я буду ложить в новом сарае на прудов ну там и такие пинтюшки всякие закладывать тоже покажу и тут какая ситуация стала ситуация получается как мне перевозить вот этих вот этих итальянцев и вот этих вот двух коричневых и одну веронику я их уже не перенесу в руках надо то есть думаю грузить их в тачку вот эту мою тачку которая для поросят по одному или по 2 и тачкой туда перевозить потихоньку но заснять я наверное это не смогу если получится я засниму потому что сам но так поэтому такие вот дела вот это тоже я под затянул с этими конечно надо было раньше их туда ну а что уже сделаешь это мне надо туда сначала кормушку сделать а потом этих туда переводить уже и места мало ну в принципе эту воду пьют едят а что им еще надо еще пока места хватает но надо уже переводить и друзья сейчас я покажу как я перебиваю соевую макуху я тут и убью на и маленькой крупорожки на своей а там на большой только пшеничные но верновые так тут у меня пол бочки есть я просто сейчас буду мешать не ровят еще надо порой водят не спеша вот есть макуху беру ну и запускаем она быстро недолго а а и вот так все получается вот так ну видите по краям такое мукообразное а так вот ну вот бмвд то же самое бмвд только без премикс запах стоит просто неимоверный а по краям да такое мучнистые есть вот так вот так кстати набор ключей вообще бомбезы пользуюсь постоянно все ключики куда хоть можно подлезть и так и работает это у меня бочки забиты все пшеницей то в мешках тоже пшеница тут а горох но горохом вообще пока не кормлю не то что вообще просто есть горох а не знаю тонны тонны пару тонн кто-то приехал наверное ко мне так друзья кто помнит я покупал у цыганей набор ключей хороший набор еще ни один ключ кстати не слизался все время не пользуюсь что там еще перфоратор бензопилу и по-моему еще что то не помню ну короче вот это бензопила которую я купил цыгане не писали и там сразу она пропадет она из пластилина и так дальше не спорю это китай понятно что никакой не штиль китай просто покажу вам примерно как как она на дубке сейчас дуб на попробую пилять и покажу вам как дубок будут оси дуб сухой выстоянный ну где есть сыроватый показываю показываю ну а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok